МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Якутия является не только самым крупным регионом России, но и самым богатым реками-краем. В состав России Якутия вошла в первой четверти 17 века, когда казаки-землепроходцы впервые достигли берегов реки Лены. Основанные русскими путешественниками Зимове и Остроге, Якутск, Жиганск и Верхоянск стали первыми форпостами продвижения русских колонистов на северо-восток. В наши дни население Якутии насчитывает около миллиона человек. В современных справочниках в разделе «Транспорт» сказано, что основными видами сообщений в этих краях являются водный и авиа. А ведь еще каких-то сто лет назад основным средством передвижения были собачьи упряжки. Этим экзотическим транспортом можно воспользоваться и сейчас. Но лишь на небольшие расстояния. В наши дни ездовые собаки культивируются не столько с целью деловых поездок, сколько для соревнований. Местные собаководы подходят к гонкам на собачьих упряжках весьма серьезно, а многие собаки имеют заслуженные награды и звание чемпионов. Рыбалка в Якутии – тема особая. И лучше всего о ней расскажут те, кто там побывал. Заглянем на минуту в бревенчатую рыбацкую избушку, что примастилась на берегу Лены. Там собрались рыбаки после недолгого путешествия по Ленским притокам и делились незабываемыми впечатлениями о прожитых днях и пережитых приключениях. А история у них была такая. Неторопливый, но надежный самолет, способный сделать посадку там, где взлетно-посадочная полоса отсутствует, а есть только ровный участок суши, необычайно жарким по якутским меркам летним днем, загрузив в свое нутро экспедиционеров со всем их хитрым багажом, взял курс на один из горных притоков Великой Лены. Куда я добрался, согласно штурманской карте, и к всеобщему удовольствию рыболовов, даже не успев, как следует, растрясти ни своих седоков, ни ценный груз. Придя в себя после полета, самые нетерпеливые тут же бросились к реке с удилищами. Хотя, честно говоря, торопиться было некуда. На дворе долгий полярный день, и темнеть начнет не скоро, через пару месяцев. Но рыболовы знают, что такое минуты и даже секунды, проведенные на реке. Пусть говорят, что это время в счет жизни не входит, но дел впереди много. И снасть проверить на качество, и наживку новую испробовать, ну и рыбу, конечно, поймать. И не простую, а большую. В этот раз рыболовы использовали снасть обычную, спиннинг. Этим удилищем сейчас никого, кроме якутских медведей, не удивишь. А вот приманка для ловли местной рыбы, тайменя, ленка или щуки, была выбрана обыкновенная мышь. Не живая, конечно, а искусно изготовленное подобие. В некоторых случаях почти точная копия. Шерстистая, с длинным хвостом и глазами-бутинками. Не ошиблись в выборе приманки рыболовы. Рыба хватала мышей жадно. На крючки саделась уверенно, хотя весом была не то, чтобы мелковата, но не такая, на какую рассчитывали экспедиционеры. Но, как говорится, лиха беда начала. О том, почему сибирская рыба с удовольствием клюет на искусственную мышь, мнения есть различные. Но все они имеют право быть близкими к истине. Некоторые дотошные якутские рыболовы, наблюдая дикую жизнь на сибирских реках, утверждают, что видели, как из года в год летом через Ленские протоки в огромных количествах переправляются лемминги. А эти маленькие грызуны известны своими массовыми самоубийствами. Однако недавние исследования показали, что массовые перемещения леммингов – отнюдь не бессмысленное самоубийство. Это бросок за едой, завершающийся иногда трагическим. Другие зонтаки природы утверждают, что бурные сибирские реки постоянно потачивают грунтовые берега, где в своих норах проживают мелкие грызуны. С обвалом берегов эти животные, как правило, плохо владеющие стилями брас и баттерфляй, становятся жертвами голодных таймений и щук. Сейчас приобрести в рыболовных магазинах искусственную мышь не составляет труда. Но некоторые рыболовы предпочитают все же изготавливать ее сами. И делают это настолько искусно, что не только рыба, но и коллеги по рыбалке поражаются сходство копий с оригиналами. На искусственную мышь, длина которой составляет 10-12 см, как правило, ставится два тройных крючка. Хищная рыба, как известно, хватает грозуна поперек тела. Поэтому именно на средний крючок, расположенный под брюшком искусственной мыши, и попадаются таймени и щуки. Сибирские рыбаки рассказывают, что не раз видели, как рыба перед тем, как схватить переплывающую через реку мышь, подбрасывала ее в воздух ударом головы или хвоста, и лишь потом хватала ее жадной пастью. Для чего она это делала, сказать сложно. То ли играла с грозунами в кошки-мышки, то ли проверяла жертву на вес и летные способности. Вываживать спиннингом из быстрой реки Тайменя – дело нелегкое. И нет ничего удивительного в том, что через пару-тройку часов купания искусственных мышей в реке рыболовы утомляются. Да и аппетит на свежем воздухе не такой, как в городе. Как говорил Винни-Пух в известной сказке, подкрепиться никогда не бывает лишним. И это вовсе не означает, что нужно бросать рыбалку и готовить на костре первые и вторые блюда, а к ним добавлять компот и сладкий десерт. Нет ничего лучше, чем приготовить из пойманной рыбы легкую закуску, запить ее ароматным чаем или чем-нибудь еще и, набравшись сил, не теряя драгоценного времени, продолжить рыбалку. А застолье с обильными едой и питьем отложить на потом. Местные рыболовы говорят, что крупный таймень лучше всего берет ночью. Но дело в том, что летом на севере Якутии ночь практически не отличается от дня. Солнце в течение суток то опускается к горизонту, то вновь поднимается. И определить, когда день, а когда ночь, можно только по часам. Экспедиционеры не стали дожидаться, когда по-настоящему стемнеет. К тому же рыба клевала совсем не мелкая. И, надо сказать, с удовольствием хватало не только искусно приготовленные домашние заготовки, но и резиново-пробковых мышей массового производства. Хотя на вторые, стоит признаться, сиги и ленки бросались с меньшим азартом, чем на первые. А некоторые рыбаки даже отмечали в глазах пойманной рыбы некоторую не то что брезгливость, а недоумение, что ее провели на Мекине и поймали на такое грубое подобие мелкого грызуна. Но как бы активно не клевала рыба, каким бы бесконечным ни казался день, человеческий организм все же требовал отдыха и горячей пищи. И пришлось экспедиционерам сделать длительную остановку на берегу реки. Продукт на ужин был выбран тот же – свежая рыба. То есть все было по-честному. Поймал рыбу – из нее и ужин. Не поймал – ешь макароны с тушенкой. Тоже вкусно, но обидно. Однако рыболовам было чем полакомиться и здоров сибирской реки. Для того, чтобы приготовить пойманных сегов и ленков в горячем виде, необходимо было, во-первых, развести костер, во-вторых, положить плотными рядами рыбу на решетку и установить жаровню на огонь. В ожидании горячей пищи энтузиасты занимались починкой снастей, заточкой крючков на блеснах и общением с якутской базой по рации. Только с помощью этого прибора экспедиционеры могли связаться с Большой Землей, узнать о прогнозах погоды, о дальнейших планах авиации и сделать заказы на недостающие снасти продукты и напитки. Когда блюда были готовы к употреблению и поданы на стол, ни у кого из рыбаков не обнаружилось отсутствие аппетита. Но какими бы вкусными блюдами не был заставлен стол, а рыбаки наслаждались ими недолго. Ведь на каменистом берегу скучали снасти без дела, а в реке гуляла голодная рыба, привлеченная к берегу ароматами дневного застолья. И экспедиционеры, утолив голод и жажду, с двойным усердием продолжили поиск крупного тайменя, используя весь арсенал искусственных мышей. Упорный труд был вознагражден. Таймень хватал наживку жадно, крепко садясь на крючки. Его сибирские рыбаки называют хозяином ям и плесов. Этот краснохвостый красавец, сильный и гордый, может достигать одного метра в длину и 60 килограммов весом. Первый таймень в моей жизни. Пока рыболовы отдыхали после рыбалки, над рекой появилось еще одно надежное средство связи с большой землей – самолет, с борта которого был сброшен небольшой груз. Выражаясь современным языком, с якутской базы была послана СМС-ка, но необычная. Находилась она в пустой пластиковой бутылке, а грузом ей служила такая же бутылка, наполненная жидкостью, как выяснилось впоследствии праздничным напитком. Сейчас будем читать. Эта бутылка с водой для веса, для груза. И записка. Сейчас почитаем. Экспедиционеры обрадовались письму. Сообщение было вынуто из резервуара, а из грузовой бутылки алкоголь был попросту вылет на каменистый берег. Между тем, в письме были данные про обстановку на реке и поздравления со днем рождения одного из рыболовов. И добавлялось, что во второй бутылке в подарок имениннику посылалась соответствующая жидкость от всей души. Аборигены не появились, рыбы внизу нет. Совершенно. Через два часа позвоните на мой сотовый телефон. В сухой досаде рыболовы потянулись на север на равнину за новыми впечатлениями и за новой рыбой. Перед час с небольшим экспедиционеры вместе с крылатым помощником сделали мягкую посадку на заброшенном аэродроме рядом с медленно текущим притоком Лены. Надо сказать, что когда-то здесь бурлил жизнью поселок геологов под названием Промышленный. В наши дни он представлял зрелище весьма невеселое. Каким бы грустным ни был окружающий пейзаж, рыболовам всегда найдется, что делать на водоеме. Тем более, что река, по сведениям якутских рыбаков, была богата рыбой – окунем, щукой, езем и даже стерлядью. Но стерлядь в этот раз не попалась, а вот окунь колевал отменно. Да и щука с езем не оставались в стороне. Они с жадностью хватали вертушки и колебалки, активно боролись за свою уже короткую жизнь, за что с благодарностью и душистыми приправами были отправлены рыболовами в Уху. Акушок на Ушицу! Мелкий, но теплый летний дождь не мешал рыболовам. Чистка пойманной рыбы много времени не заняла. Да и сам ужин на берегу реки экспедиционеры затягивать не стали. Хоть полярный день и долг, но тратить время на сиденье на берегу реки желания не было. Рыбакам хотелось еще столько увидеть, испытать, впитать в себя и запомнить. После обильной трапезы экспедиционеры совершили экскурсию по заброшенному поселку. Казалось, что жизнь ушла из этих мест и осталась только память о когда-то кипущей деятельности геологоразведчиков в этих краях. Но даже в этом, казалось бы, забытом богом краю путешественники обнаружили цивилизованный островок – местную метеостанцию. Хозяева, как выяснилось позже, были абсолютно довольны своей жизнью. Они гордо показали гостям свое приусадебное хозяйство, где в теплицах зрели достойных размеров огурцы и помидоры. И, что самое удивительное, на грядках поспевали настоящие полосатые арбузы. После недолгой экскурсии по местным достопримечательностям рыболовы вернулись на берег реки. К активной ловле рыбы на спиннинг экспедиционеры в этот раз решили добавить и пассивной – донки. Некоторые любители рыбной ловли будут удивлены такой смене снастей. Если на спиннинг так активно берет рыба, то зачем же на донке ее ловить? Возмутятся они. Но так могут рассуждать только те рыбаки, что ловят рыбу где-нибудь на Клязьме или Москве-реке. А на Сибирской реке после двух-трех дней ловли рыболовы устают. Руки ведь не железные. А остальное тело и голова рыбу ловить по-прежнему жаждут. Вот и приходится переходить на ленивые снасти, чтобы и рыбку поймать, и бессил не упасть после очередной поклевки. По сведениям местных рыбаков, щука здесь вымахивает до огромных размеров – более 20 килограммов. Какой же рыболов устоит от соблазна поймать монстра, даже если придется потратить на него последние силы? И река не подвела путешественников. Самыми уловистыми оказались блесны вертушки. 20 не 20, а двух-трехкилограммовые щучки клевали на них азартно. Брали не весом, а количеством. Да, надо сказать, что и я с ней обижал рыболовов уверенной хваткой. На те же вертушки. Любители рыбных блюд утверждают, что щука чем мельче, тем вкуснее. А вот в отношении езя говорят обратное. Чем он крупнее, тем жирнее. И, естественно, желаннее на кухне. Разумеется, о вкусах не спорят. Для одних любимым блюдом является килька в томатном соусе. А для других банка из-под кильки куда важнее самой кильки. С давних пор среди якутских племен существует легенда. Долго ли, коротко ли шло большое племя якутов по сибирским горам и тундрам. Охота в этот год не заладилась. Народ устал, а голодал. Вышли они на большую реку. Поймал в ней молодой якут по имени Ойкон огромную щуку. Взвалил ее на плечи, принес в племя и разрезал брюхо. Внутри оказалась большая утка, полная яиц и маленькая белка, полная орехов. Накормил он все племя. Одним досталась рыба, другим птица, третьим белка, а остальным орехи и яйца. Все были сыты и довольны. И поселились люди на берегу реки. Одни ловили рыбу, другие охотились на птицу, третьи били пушного зверя, а остальные собирали орехи и изредка яйца. Каждый ел то, что ему больше нравилось. И прекратились в племени распри из-за скорлупы. И жило то племя на берегу реки долго и счастливо. И, может быть, живет до сих пор. Экспедиционерам с этим племенем якутов встретиться не пришлось, но рыбалка все равно удалась. А время, стекая горчичным медом в глиняный сосуд вечности, подсказывало, что пора расставаться с рекой. Тем более, что прибыл воздушный тихоход и ждал под всеми парами и дымами на взлетной полосе заброшенного аэродрома. Попрощавшись с удивительной сибирской рекой, путешественники загрузились в железное нутро аэроплана. Взлетная полоса или то, что от нее осталось, оказалась слишком короткой для подъема самолета, набитого сытыми рыбаками. Мы не узнали бы об этой истории, если бы не подскочил самолет на попавшемся на пути огромного вулуне и не взмыл в воздух, касаясь крыльями верхушек таежных деревьев. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Вот и эта экспедиция закончилась удачно. Самолет не только взлетел, но и благополучно приземлился. Оставшиеся до возвращения домой время приземлившиеся решили посвятить посещению достопримечательностей Якутска, центрального рынка и единственного в мире института мерзлотоведения и музея мамонтов. Городской рынок обидел экспедиционеров обилием рыбы. Для того, чтобы перечислить все, что лежало на прилавках, блестело, пахнуло и вызывало обильную слюну, у потенциальных покупателей эфирного времени не хватит. Рыбный рынок – не музей изящных искусств. Здесь экспонаты не только красивы, но пахнут и просятся в руки. Надо либо хватать все подряд, невзирая на несимпатичные ценники и симпатичных продавщиц, либо бежать отсюда, пока не захлебнулся слюной. Музей мамонта был создан в Якутске в 1991 году при Академии наук Республики Саха как научный культурный центр по изучению мамонтовой фауны и среды ее обитания в ледниковом периоде. Как известно, именно в недрах Якутии обнаружена значительная часть всех известных в мире уникальных находок мамонтов, шерсистых носорогов, бизонов, пещерных львов и других животных давно минувшей эпохи. Среди них первый в мире скелет мамонта, найденный в 1799 году в дельте реки Лены и хорошо сохранившейся трупом отенка с реки Березовка, правого притока реки Колымы. Мамонты на Земле существовали весьма продолжительный период времени, и численность их была очень велика. Те путешественники, что отважатся в наши дни исследовать берега Лены и ее притоков, могут обнаружить еще немало остатков этих доисторических животных и, возможно, пополнить ими экспозицию Якутского музея. Остается только добавить, что какой бы ни была огромной Сибирь, какая бы крупная рыба ни водилась в сибирских реках, все это находится на нашей маленькой планете Земля. И все, что в ней было и есть, надо беречь. Иначе мы, люди, можем повторить судьбу мамонтов.